Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш гость Николай Викторович Марянин, поэт и краевед, автор более ста публикаций на краеведческие темы и автор гимна Ульяновской области и города Ульяновска. Человек, который искренне любит свой родной край. Николай Марянин – постоянный автор журнала «Симбирск», ведущий рубрики «Юбилейный календарь». А еще Николай Викторович Марянин – редактор-составитель сборника «С любовью трепетной» и антологии поэзии ульяновской словесности «21 век». Итак, слово Николаю Марянину. Добрый день, дорогие земляки! В журнале «Симбирск» я уже несколько лет веду рубрику «Юбилейный календарь», где представлены писатели, связанные с Симбирским ульяновским краем, за 1100 лет его истории. Каждый месяц набирается по 25-30 таких юбиляров, ведь всего в моем словаре с 1648 литературных имен. И сегодня я представлю юбиляров 2023 года. Их более 300, но я, дай бог, успею сказать о 50. Условно я разделил их на три категории. Первое – это знаменитые писатели, известные всей России. И второе – симбирские писатели. И третье – современные прозаики и поэты, состоявшие или состоящие на учете в Ульяновской писательской организации. Ну, начнем со знаменитых писателей. 10 января, 140 лет, со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Его можно тоже считать симбирским писателем. Он – внук симбирского помещика Леонтия Тургенева. С будущей женой познакомился в Бригадировке, это в Меликесском районе. Свадьба состоялась в нашем селе Тургеневе. Приезжал к своему деду в село Архангельское за Волгой. Гостил в Войкино, посещал Симбирск, Четковку, Карцевку, Креуши, старую и новую Ярыклу. 9 февраля, 240 лет, поэту Василию Жуковскому. Он был в Симбирске 5-7 июля 1837 года, когда сопровождал в качестве наставника будущего императора Александра II. И впечатление о городе отразил в своем дневнике. Отметил прекрасный вид на Волгу и Волушку. Нарисовал на венце для близкого друга, симбирянина Александра Тургенева, карандашный набросок, вид Симбирска. 13 марта 110 лет будет отмечаться Сергею Михалкову, поэту, автору «Гимна России». Он был в Ульяновске в мае 1950 года, приезжал вместе со своим пятилетним сыном Никитой, был в доме музея Ленина, оставил там автограф, подарил им книгу своих стихов, а по итогам поездки написал стихотворение на родине Ленина. Вот несколько строк из него. «Родился Ленин в тихом городке, в Симбирске, что на Волге, на реке. Теперь уже не тот Симбирск, не тот. Он вшире, ввысь растет из года в год. И в честь Ульянова, что жил и вырастут, И его теперь Ульяновском зовут». 16 марта будет отмечаться юбилей Николая Языкова, 220 лет со дня рождения нашего знаменитого поэта, друга Пушкина. Он жил в Языково, в Корсунском уезде. И я нашел только одно его стихотворение о Симбирске, которое он написал в 1839 году, графу Сологугу оно называется. «Ты будь неутомим, когда на Русь святую, Когда в чужбине я свою неугомонную тоску перетаскую И чашу горькую допью, в Симбирск я возвращусь, В мое уединение, в покой родимого гнезда, На благодатное привольное сидение здоров и радостен. Тогда меня-то посетишь в моем приюте милом, Тогда камин, домашний друг моих парнастских дел, Янтарным ярким пылом осветит мирный наш досуг». 28 марта, 155 лет, исполнится писателю-драматургу Максиму Горькому. Он несколько раз бывал в нашем крае. Вот в августе первый раз 1888 года Посетил Симбирск, отправившись на баржи из Казани на Каспий. И писал об этом в моих университетах. «В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег. Вы нам люди неподходящие», — сказали они. «Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, И мы обсохли на берегу, имея в карманах 37 копеек. Пошли в трактир пить чай. Что будем делать?» Баринов уверенно сказал. «Как что? Надо ехать дальше. До Самар доехали с зайцами на пассажирском». А позже Горький в одной из своих статей писал, «Симбирск — город удивительно сонный и тихий, Точно умирающий от старческого маразма». 1 июля 210 лет со дня рождения историка литературы, критика, прозаика Павла Анненкова. Он был владельцем села Чирикова, сейчас это в Цельнинском районе. Жил здесь несколько лет. О жизни в Симбирске и Чириковой написал записки «Две зимы в провинции и деревне». 14 июля 280 лет будет отмечаться поэту Гавриилу Державину. Он тоже несколько раз бывал в Симбирске, в том числе в октябре 1774 года, когда здесь произошла его встреча с генералом Панином и арестованным Емелькой Пугачевым. Он этот эпизод отметил в своих записках. Граф приказал привезти Пугачева. Через несколько минут представлен был самозванец в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном и поношенном тулупе. Лицом он был кругловат, волосы и борода окамелком, черные склоченные, росту среднего, глаза большие, от роду 35 или 40 лет. Граф спросил, здоров ли Емелька? «Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство, надеясь на милосердие государыни» и с всем словом приказал его отвезти обратно туда, где содержался. 19 июля 130 лет поэту и драматургу Владимиру Маяковскому. Он был проездом в Симбирской губернии несколько раз, отправляясь из Москвы на творческие встречи в Самару. А в поэме Владимир Ильич Ленин писал «Коммунизма призрак по Европе рыскал, уходил и вновь маячил в отдалении, по всему поэтаму в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин». 24 июля, 195 лет, со дня рождения литературного критика Николая Чернышевского. Он также не раз бывал проездом в Симбирске, а в марте 1851 года, путешествуя вместе с Дмитрием Ивановичем Минаевым, провел здесь несколько дней. Остановился у отца Василия Андреева Бурлака, и обедал у Николая Александровича Гончарова, брата нашего знаменитого писателя. 27 июля, 170 лет, со дня рождения писателя Владимира Короленко. Тоже был несколько раз проездом в Симбирской губернии. Ну и впечатление от посещения Симбирска описал в статье «Гончаров и молодое поколение». Симбирск – приволжский город, пристань, но из всех приволжских городов – это самый тихий, сонный и застойный. В этом сонном городе вам укажут близ Киндяковской рощи, бывшую гончаровскую усадьбу, послужившую моделью для обломовки, и обрыв, под которым раздавались зловещие выстрелы Марка Волохова, предвещая новую полосу русской жизни. «Несмотря на то, что внизу льется бойкая жизнь великой реки, город будто залит сонной одурью степи». 8 сентября, в общем-то, вся Россия будет отмечать столетие Расула Гамзатова, знаменитого дагестанского поэта, народного поэта Дагестана. А в 1986 году во главе делегации он приезжал в Ульяновск на неделю дагестанской культуры, выступал на творческих встречах с читателями, во дворце книги на Ульяновском автозаводе, в здании Симбирской мужской гимназии. Об Ульяновске я у него стихов не нашел, но есть стихотворение о Ленине. «Вижу глаза его цвета каштанов, светлые волосы, словно льняные, передо мною Володя Ульянов. В жизни встречаемся мы, не впервые век, словно море бурливое вспенен, в нем ни покоя, ни отдыха нету, смотрит с портрета задумчивый Ленин, взглядом орлином окинув планету». 9 сентября 195 лет исполнится писателю Льву Николаевичу Толстову. Его, в принципе, тоже можно к симбирским причислить. Он больше 20 раз, во-первых, бывал проездом в симбирской губернии. Ну, а кроме того, он двоюродный племянник симбирского вице-губернатора Сергея Васильевича Толстого. И шестиюродный брат Тютчева и нашего Василия Ивашева. 24 октября 85 лет со дня рождения писателя Венедикта Ерофеева, автора знаменитой книги «Москва. Петушки», записки психопата, ну и других. А во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год он жил в эвакуации у дедушки с бабушкой на родине отца в селе Елшанка Николаевского района Ульяновской области. И его сестра позже вспоминала. Зима 1941-1942 года была для нас самой тяжелой. Кто-то подсказал, что остались под снегом неубранные картофельные поля. Надо откапывать мерзлый картофель, толочь его в ступе и печь лепешки. Вот эти черные лепешки и спасли нас от голода. Самым слабым оказался Веночка. Он вытянулся в длину, стал бледный, худенький. У него начался рахит. В ноябре 1943 года отец неожиданно приехал за нами. Веночке шел уже шестой год. Он умел читать, писать, рисовать, хотя мама говорила, что никто с ним не занимался. Он рос немного замкнутый, тихий и мог подолгу что-то сосредоточенно писать. И когда я спросил у него однажды, что ты, Веночка, все пишешь и пишешь, он поднял на меня глаза и совершенно серьезно сказал «Записки сумасшедшего». 5 декабря 220 лет исполнится Федору Тюччеву, знаменитому русскому поэту. Он имеет симбирские корни. Праправнук симбирского ландрата и воевода Бориса Ивановича Толстого и его супруги Марии Федоровны Зеленой, наследницы села Ундеры. Правнук владельца села Ундеры Василия Борисовича Толстого, внучатый племянник симбирского губернатора Александра Васильевича Толстого и троюродный брат декабриста Василия Ивашего. И даже поговаривают, что он к нему когда-то приезжал в гости. По просьбе Анненкова к столетию нашего историографа Тючев написал стихотворение на юбилей Карамзина, которое было прочитано 3 декабря 1866 года на вечере памяти в Петербурге. 6 декабря 210 лет исполнится поэту и публицисту Николаю Огареву. В 1848 году он приобрел тальскую пищебумажную фабрику в селе Проломиха, сейчас это в Индинском районе. По доносу местных помещиков был арестован однажды в одной из гостиниц в Симбирске по обвинению в безнравственности и создании коммунистической секты. И с апреля 1850 до июля 1855 года жил в двухэтажном каменном доме с мезонином при тальской фабрике в Проломихе. 8 декабря исполнится 170 лет журналисту-прозаику и поэту Владимиру Гелировскому, автору знаменитой книги «Москва и москвичи». В апреле-майе 1883 года они с нашим земляком Андреевым Бурлаком и товариществом московских артистов на пароходе проехали с гастролями по волжским городам. В Симбирске театр снимал антрепренер рассказов, которого в городе не оказалось, и Гелировского, как самого молодого, отправили за ним в Поливну за шесть верст. И вот он за шесть верст вдоль берега Волги ходил, но потом оставил в своих записках. «Прекрасное место расположения Поливны на гористом высочайшем берегу Волги вся в лесу, а под горой рыбачьи ватаги спускался к ним воздух недодышишься». 11 декабря 105 лет со дня рождения Александра Солженицына, писателя и публициста. «Будучи студентом летом 39-го года, он со своим другом отправился на родину Ленина. Потом вспоминал он, как это у них получилось. С собой у нас было буквально все. Мешки, кастрюли, даже сухарная мука. Купить тогда что-либо было невозможно. Да и денег у нас не было. Приехали в Казань, и там начали торговать лодку-байдарку. Сторговали ее, то есть стали спускаться по Волге. Спускались, спускались, ночевали то по левому берегу, то по правому, пробыли несколько дней в Симбирске, потом уехали в Самару». Ну а по возвращении в Ростов-на-Дону Солженицын опубликовал в университетской стенгазете стихотворение «Ульяновск». 23 декабря будет отмечаться сто лет со дня рождения писателя Виктора Курочкина. Он известен своей повестью «На войне, как на войне» и одноименным фильмом. А в апреле 1942 года он из Ленинграда был эвакуирован к своему дядьке в Ульяновск, где стал курсантом первого ульяновского бронетанкового училища. В марте 1943 года был переведен из Ульяновского артиллерийского училища в Саратов. Ну, теперь ко второму разделу перейдем. «Симбирские поэты и прозаики». И здесь первый юбилей 6 января, 130 лет, со дня рождения первой чувашской поэтессы Анисии Васильевны Княгининой. Псевдоним ее был Вася Анисси. Она родилась в селе Нижние Тимирсианы. Сейчас это Целенинский район. Ну, и когда я готовил в юбилейный календарь материал о ней, выяснилось, что у нее практически нет переводов ее стихов на русский язык. Вот я перевел несколько стихотворений, и одно из них прочитаю. Она написана еще до революции, когда поэтесса училась в церковно-приходской школе. И, видимо, не очень добрый у них был священник-учитель. Злой поп называет стихотворение. «Боже, зло предотврати, от попа нас защити, чтоб он в школу не ходил, за вихры не драл, не бил, не держал нас в заперти, и до слез не доводил. Боже, детям помоги, от побоев сбереги, чтоб злой поп не мучил нас, а направит к нам шаги, пусть споткнется сорок раз». 13 января 180 лет со дня рождения актера и прозаика Василия Андреева-Бурлака. Он родился в Симбирске, дебютировал в театре Симбирска, но потом жил в Москве. 28 января 160 лет со дня рождения журналиста, поэта и драматурга Петра Александрова. Он автор знаменитого стихотворения «Симбирск», написанного к 250-летию Симбирска. Его строка из этого стихотворения «Край отчизны поэтов» стала крылатой. 27 марта, 140 лет со дня рождения поэта Ивана Умова. Он родился в сельце Умовка. Это была такая деревенька в Старомайнском районе, сейчас она уже не существует. Он с 1913 года служил вице-консулом России в городе Александрия, в Египте. Там, собственно, и остался. В эмиграции его называли Александрийским Тютчевым. Творчество высоко ценил Иван Бунин. Вот одно из его стихотворений «Неизменный сон». Все тот же сон, далекая Россия, к тебе одной летит моя мечта, влечет твоя родная красота, зовут поля, твои леса глухие, и серых дней напево дождевые, и вечеров осенних долгота, унылых рощ, багрец и пестрота, и зимние сугробы снеговые. Я вновь живу средь отроческих грез. Вновь чувствую, что мир земной нетесен. Далекий звук знакомых с детства песен дарует мне поток ненужных слез. В чужой среде, где сердце холодеет, оно в любви к отчизне молодеет. 18 июня 145 лет исполнится симбирскому литературному критику, историку литературы Александру Глинке-Волжскому. Он учился в симбирской гимназии, был домашним учителем поэта Велимира Хлебникова. 20 августа 210 лет Владимиру Саллагубу, прозаику, драматургу, поэту и мемуаристу. Он был владельцем села Никольское на Черемшане, бывал здесь в детстве, не раз приезжал позже и даже жил несколько лет. О симбирске он, в частности, писал. «Я приехал в Симбирск, да будет вам известно, не в первый раз, и потому с приятным удивлением заметил на улицах двойную кайму дощатых тротуаров. Роскошь до того времени в Симбирске небывалую. Прежде Симбирский год простодушно разделялся на две отдельные эпохи – на эпоху грязи и на эпоху пыли. Полгода симбирские жители тонули в различных грязях, отнюдь не целительных, а полгода протирали глаза, засоренные летучими песчинками. Теперь тротуары благодетельно охраняют симбирское здоровье и симбирскую обувь». 2 сентября 145 лет татарскому писателю Закиру Кадыри. Он родился в селе Абдулова, сейчас в Чердоклинском районе расположено. Автор более 40 книг об исламской культуре. Ну и 15 ноября 195 лет со дня рождения нашего знаменитого сказочника Авраамия Новопольцева. Год назад, наконец-то, была установлена точная дата его рождения. Это 15 ноября 1828 года. А в Старой Майне, вы знаете, ежегодно проводится в честь него Новопольцевский фестиваль. Ну и третий раздел – это Ульяновская писательская организация. Здесь я просто перечислю писателей, юбилеи которых нам предстоят. Нашим милым дамам не положено напоминать о возрасте, поэтому я не буду его говорить. Об этом вы прочитаете потом в журнале. Итак, кто у нас отметит юбилей в 2023 году? Татьяна Мельник, 3 января, наша известная поэтесса. 22 января – поэт Галина Анисимова. 23 января – Анисия Матлина. 15 февраля – 75 лет со дня рождения Владимира Сульдина, поэта и прозаика. Он состоял на учете в Ульяновской писательской организации, а последние годы жил в Самаре. К сожалению, два года назад его не стало. 16 февраля – 70 лет исполнилось бы нашему другу Александру Лайкову, поэту и журналисту. Его, к сожалению, год назад не стало. 14 апреля отметит свой юбилей поэтесса, редактор журнала «Симбирск» Елена Кувшинникова. 22 апреля – юбилей у прозаика Нины Крыловой. 27 апреля – 70 лет со дня рождения Александра Никонова, нашего замечательного прозаика из Димитровграда. Несколько лет назад он ушел из жизни. 30 мая – 80 лет писателю Николаю Полотнянко. 25 июня – прозаик и поэтесса Ольга Даранова отметит свой юбилей председатель Ульяновского отделения Союза писателей России. 27 июня – 80 лет нашему еще одному замечательному прозаику Виктору Сергееву. 3 июля – поэтесса Елена Яговкина отметит свой юбилей. 11 июля – 70 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Егоровой Бурлаковой. Она, к сожалению, ее не стало уже почти 30 лет назад. Но вот только 70 лет всего лишь мы будем отмечать ей. 27 июля – 55 лет – исполнится самобытному яркому поэту Анатолию Шутому, который, к сожалению, всего несколько недель назад ушел из жизни. 28 июля – 60-летие – отметит поэт Федор Горобцов. 15 августа – 85-летний юбилей – отметит поэт Геннадий Русаков. Он не состоит в Ульяновской писательской организации, но мы его все равно своим считаем. Он с младенчества жил с семьей у бабушки в Меликесе и написал немало меликесских стихов. 1 октября – 115 лет – писателю Григорию Коновалову. Это основатель, можно сказать, Ульяновской писательской организации. Он руководил ей с 1946 по 1955 год. 15 ноября – 75 лет со дня рождения поэта Владимира Дворинского. 12 декабря – 105 лет поэту Николаю Рябинину, Николаю Романовичу Сидорову. Замечательный наш поэт. Ну и последний юбилей следующего года – это 14 декабря – 115 лет со дня рождения драматурга Анастасии Чеховской. Она со своим супругом, тоже драматургом Дмитрием Дудкиным, с конца 60-х годов жила в Ульяновске. Ну а, кстати, драматургом стала и ее правнучка Анастасия Валерьевна Чеховская. Вот такой юбилейный календарь. Будем поздравлять, будем отмечать. Всего доброго. Благодарим Николая Викторовича Морянина за участие в нашей передаче и за сотрудничество с журналом «Всимбирск». Вам, дорогие друзья, желаю всего самого доброго и светлого. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok